6 августа 1915 года. Памятная дата военной истории России. В этот день защитники крепости Осовец, против которых немцы во время Первой мировой войны применили отравляющие газы, смогли подняться в контратаку. Враг был настолько изумлен стойкостью и мужеством русских солдат, что оставил поле боя. Этот героический эпизод остался в истории как атака мертвецов. Сейчас крепость Осовец находится в Польше. В августе 1915 года она оказалась на важном направлении военных действий. Тогда русские войска, испытывая снарядный голод, отступали, стремясь избежать окружения. Если бы немцам удалось прорваться у Осовца на Белосток, три или даже четыре нашей армии попадали в катастрофическое положение. Немцам нужен был Осовец. За время обороны крепости они выпустили по ней свыше 400 тысяч снарядов, но взять не смогли. И тогда германское командование решило применить ядовитый газ. Русский гарнизон имел противогазовые марлевые повязки, однако они оказались неэффективны. Гагская конвенция о законах и обычаях войны запрещала использование снарядов с отравляющими веществами. Но еще в апреле 1915 года Германия обошла запрет, формально его не нарушив. Ядовитый газ был использован не в снарядах, а в баллонах. В районе бельгийского города Ипор, дождавшись, когда ветер подоет в сторону противника, немецкие солдаты начали распылять газ. Англичане, не имевшие никаких средств защиты от химического оружия, падали замертво. А уже летом 1915 года газовую атаку пришлось выдержать русскому гарнизону крепости Осовец. Ее комендант писал, газ, выпущенный из баллонов, темно-зеленоватой окраски, быстро направился вперед к крепости, расширяясь в стороны и вверх при быстром поступательном движении. Первыми жертвами стали разведывательные партии и секреты, которые все и погибли. Из строя гарнизона выбыло удушенных более 1600 человек. От хлора листья на деревьях свернулись и опали, а трава почернела. По мнению немецких военных, газ подействовал как надо. На зачистку немцы послали штурмовые группы, которые не ожидали встретить сопротивление. Однако умирающие русские солдаты открыли по ним огонь. Офицер, переживший ту атаку, вспоминал. Единственный русский пулеметчик, оставшийся в живых, успел выпустить в упор две ленты патронов и пал на пулемет, не успев вложить третью ленту. Затем стрельбу начала наша крепостная артиллерия. А в это время из цитадели бросилась вперед горстка русских солдат. Со следами химических ожогов, замотанной тряпками, они отбросили противника, вернули утраченные позиции и даже взяли пленных. Этот бой потомки прозвали «Атакой мертвецов». Значительно снизить количество смертей от отравляющих веществ удалось, когда русский химик Николай Зелинский в этом же 1915 году изобрел противогаз. Ученый не стал оформлять патент на свое изобретение, чтобы им могли воспользоваться и в других странах. Он считал, что было бы безнравственно зарабатывать на страданиях людей. А крепость Осовец осталась примером беспредельной стойкости, таким же, как во время Великой Отечественной войны Брестская крепость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова